В прошлом году у Аршанского социально-педагогического центра появились новые друзья из Министерства обороны Республики Беларусь. И впервые в прошлый Новый год в гости приехал министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. За прошедший год была проделана огромная работа. Наше здание очень преобразилось. Мы утеплили наше здание, покрасили, сделали его не только уютным и красивым внутри, но и снаружи. И это все благодаря нашим военным, благодаря тому, что у нас появились новые друзья. И сегодня мы с радостью ждем новых встреч, новых впечатлений, новой сказки, новых подарков. И надеемся, что эта встреча тоже будет плодотворной. Декабрь 2022 года. Министр вновь в гостях в СПЦ. Товарищ министр обороны, военный комиссар Рашанской и Дубровинского районов, полковник Марщенко. Здравия желаю. Добрый день. Здравствуйте, Анатольевич. Спасибо. Одну красоту нашу вы уже смотрели. Спасибо. Я целый год смотрел по фотографиям, как делали. Мы же так говорили, сделаем шарцинки, чтобы холодно. Ну вот, сделали полностью. Получилось полностью, значит, еще лучше. Случайно получилось. Спасибо. В зале гостей уже ждали воспитанники и работники СПЦ. Мне, прежде всего, хочется, пользуясь случаем, высказать слова благодарности именно работникам социального центра. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете, за то, что вы вкладываете свою душу, свое сердечко, заботясь о наших детишках. Ну а нашим детям, конечно же, хочется пожелать, чтобы, да и всем, в Новый год, и взрослые, и дети, все мечтают и загадывают желания. Чтобы все эти желания, которые вы загадали, они сбылись. И, конечно же, какой Новый год без подарков. Поэтому от офицерского собрания Министерства обороны мы центру дарим прекрасную мебель, чтобы можно было заниматься, чувствовать себя удобно и уютно. Конечно же, мы привезли с собой прекрасное сказочное представление, которое вам покажем. Ну и какой Новый год без сладких подарков, которые всем будут детишкам вручены. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Мира, добра, здоровья и с бытием всех мечт. С праздником! Спасибо! Дорожаемые детки, я присоединяюсь к словам Виктора Геннадьевича. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Это действительно праздник, которого всех ждем. Действительно, как было правильно сказано, и взрослые, и дети всегда его ждут. Почему? Потому что, как говорят, на Новый год исполняются все наши мечты и желания. Я вам желаю, чтобы для вас все то, что вы загадали, обязательно сбылось. Ну и от нас тоже, конечно же, подарки. Это и настольные игры, прежде всего. К новой мебели, на которой вы можете разложить их, поиграть. Тоже сладкие подарки, которые вам будут вручены немножко позже, они тоже здесь. Ну и, конечно, хотелось бы вручить сертификат вашему учреждению на 20 тысяч белорусских рублей, чтобы вы их могли вложить и сделать то, что вы хотите. Спасибо. Я просто хочу сказать большое спасибо нашему Министерству обороны и лично Виктору Геннадьевичу за то, что они помогли нам утеплить наше здание, сделать его красивым и уютным, и теплым. И, конечно же, наш Оршанский районный исполнительный комитет за ту помощь и поддержку, которую они нам оказывают. Мы с вами все чувствуем это. И вы, жившие в нашем доме, и мы, работая здесь. Поэтому спасибо большое за помощь и поддержку. Всех с наступающим Новым годом. Мира, процветания, счастья, удачи. А потом началась новогодняя сказка, которую подарили ребятам артисты ансамбля песни и танца Министерства обороны Республики Беларусь. Не плоха кот, и прошу не оскорблять, и не полосатый, а дикий кот Матвей. И, конечно же, конец. Я дикий кот, подам удар. Мой первый ход, последний ход, подам удар. Я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть хвоста за кота. Ой, оговорился. В моих зрачках ночной кошмар, подам удар. Один удар. Брыжок! Один удар. Подам удар. Я кот Матвей, мой метод прост. И я не люблю тянуть хвоста за хвост. И вот он, самый долгожданный момент. Раз, два, три, тёща, поехали. Заяц! Ура! С Новым годом, с новым счастьем! Поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей. Пусть обходит вас ненастье, пусть звучит ремячий цвек. Крепко за руки возьмитесь, будем беть и танцевать. Будем Новый год встречать. Итак, кто знает мою самую любимую песню? Песня. Слово, в лексу родилась елочка. А слова все знаете? Да! Да, проверю, сейчас проверю, да. Итак, сейчас начнём, так. Как начинаем? Знаешь, да. Знаешь, да. Хорошо, знаешь, ты руку, бред, хорошо, да. А все сдали, сейчас проверю. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зелёная была. Зимой и летом стройная зелёная была. И, конечно же, гости вручили ребятам сладкие подарки. Спасибо, секундочку, за год. Спасибо. Так, так. Вот что, довольный подарок? Да, большой подарок, Римарий. Да. Большой, конечно, большой. Наше государство взяло на себя очень огромную ответственность, проявляя заботу о детишках, которые в столь раннем возрасте попали уже, почувствовали вот такую тяжелую жизненную ситуацию. И акция, которая проходит в нашей стране, акция «Наши военнослужащие» – это, считаю, наверное, самая добрая и прекрасная традиция, которая существует в нашей стране. И наши военнослужащие с огромным удовольствием и очень активно принимают участие, посещая заведения подобного типа, приходя к детям, вручая подарки и действительно, видя искренние улыбки, пропитываясь вот этой радостью, чувствам предновогодних праздников. Это очень прекрасно. Уходящий год, наверное, очень остро ощутили все наши белорусы, насколько мир и безопасность основополагающие понятия в нашей жизни, возможность встречать праздники за праздничным столом, покупать, дарить подарки своим родным, близким, работать, возвращаться с работы в уютный дом. Это все очень ценят наши люди, наши белорусы. И, к слову, сказать, что вот возможность приходить к детям, дарить подарки, это только можно в стране, где есть мир, как в нашей прекрасной Белоруссии, где каждый маленький гражданин чувствует себя защищенным. И я просто уверен и убежден, что мы люди в погонах, военнослужащие вооруженных сил, сделают все, чтобы наши дети жили в нашей стране, чтобы могли радоваться, смеяться, так же искренне, всегда, как вот, когда мы приходим, вручаем им подарки.